Цыплят по осени считают, сказал на этой неделе небезызвестный всем нам Евгений Пригожин. Но на что это интересно, он хотел намекнуть. Если не на очередной накат волны, то может на разрешение военного конфликта. Впрочем, на этой неделе Пригожина обсуждали не только с этой стороны, поэтому обо всем по порядку. Пододвигайтесь поближе, расскажу поподробнее. Это Вести Бескиселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Не успел отец Пригожин на прошлой неделе отпустить грехи сынам своим осужденным, как на этой долг под названием Родине служить снова заставил его вернуться на военные рельсы. Может и не физически, но в письменном виде точно. Со вторника во всех российских СМИ начали появляться материалы о качественном преимуществе армии Пригожина над армией Шойгу. То ли пиарщики постарались, то ли пляскопесенный опыт Рогозина теперь настиг и Шойгу. Об этом я рассказывала в прошлую субботу. Так вот, в среду, 11 января, мои любимые РИА новости сообщили просто бомбическую для официальной прессы новость. Бойцы Вагнера взяли под контроль всю территорию Солидара. Главное тут, что это не армия Шойгу и то, что это не она что-то там взяла под контроль. Чувствуете, чем запахло? По мне, да к дискредитации вооруженных сил России, которые почему-то в штурме Солидара участия не принимали. Причем этот факт подтверждает и даже несколько раз подчеркивает сам главнокомандующий Пригожин. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера. А я смотрю на все на это и думаю. В смысле? Полчаса назад тот же Солидар с двух сторон был заблокирован подразделением ВДВ. А еще ранее, в конце декабря, этот же Солидар зачищал спецназ Кадырова. В результате чего, по словам главы Чечни, противник понес существенные потери. А в итоге под контроль территорию взяли бойцы Пригожина. Причем без чьей-либо помощи. Упс, неувязочка. То ли парни не договорились, то ли мы чего-то не знаем. Но в любом случае, пока великие полководцы соревнуются в желании захватить пальму первенства, попробуем разобраться, зачем все это Пригожину. Ну просто про остальных и так все понятно. А эта персона на этой неделе была обласкана всеми пропагандистами. Начиная с великой и ужасной, ничего личного, это из названия одного американского фильма, Маргариты Симонян. Она, например, назвала главнокомандующего Вагнеровцев поразительно вежливым человеком. Именно такие, написала она в своем телеграм-канале, принесли нам русскую весну. Правда, на этом ее пост и закончился. А потому, какую весну Симонян имела в виду на этот раз, осталась загадкой. Если предстоящую 2023, то очень маловероятно. А вот если март 24-го, то тут, друзья, уже как бы и не до шуток. Я напомню, это время выбора нового президента. И фигуру Пригожина к этому месту не примеряет, ну, пожалуй, только ленивый. А ведь между нами говоря, у него есть все шансы. Ну, во-первых, сплотив вокруг себя лиц, отбывающих наказание, Пригожин как бы облегчил нагрузку несостоявшимся мобилизованным. Плюс проредил переполненные российские тюрьмы. Результат, конечно, нам известен, но сын, держащийся за подол мамки, явно важнее. И я никого не осуждаю. Кстати, в комментариях, которые я, к слову, читаю, кто-то задал вполне резонный вопрос. А кто разрешил Пригожину выпустить на свободу столько заключенных? А я вам отвечу. И уверена, ответ не будет для вас секретом. Это президент. Потому что ни одно лицо больше на такие действия неуполномочено. Знаете, когда я анализировала эту ситуацию, из головы почему-то не выходил один потенциально возможный заголовок. Ну, это на тот случай, если бы я писала материал для газеты. Так вот, знаете, как бы я его назвала? Нынешний президент разрешил будущему президенту помиловать заключенных. Слово «будущему» я бы, конечно, отметила кавычками. Просто потому, что я не Ванга. Хотя, обратите внимание, большинство моих предсказаний через пару месяцев все-таки сбывались. Поэтому предлагаю запомнить и пересмотреть эту программу в марте 24-го. Чем черт не шутит. Но вернемся к Пригожину. Итак, во-первых, это поддержка матерей, чьи сыновья благодаря Чивыка Вагнера остались дома. Во-вторых, спецоперация для него, а равно как и успехи в ней, это возможность выбраться на новый уровень, где ты уже не повар Путина, а его правая рука по линии обороны. Сначала Солидар, потом Бахмут, а там, глядишь, и по Шайгу табуретка зашатается. И ведь пока этому человеку все действительно в руки заплывает само. До его появления на арене новостным флагманом был Рамзан Кадыров. За его успехами и неудачами следили большинство средств массовой информации. А как только из толпы появился Пригожин, медийный вес тут же перераспределился. И вот совсем не факт, что то же самое не произойдет с политической составляющей. Ведь Пригожину подсвечивает сам Путин. Причем настолько, что дядя Женя не стесняется проехаться даже по существующим рублевским миллиардерам. То предлагает отобрать у них все и уравнять с простыми смертными. Опачки. То открыто заявляет, без них родимых на линии фронта пусто и грустно. Поэтому либо отдай все для нужд спецоперации, либо лови пули апельсиновой коркой на жопе. Конечно, ни на то, ни на другое небожители не согласны. И уже начали точить, кто что сможет. Кто зуб, кто нож, кто в тишине морковку. Зато народ, привыкший к популизму, аплодирует стоя, добавляя куратору ЧВК плюсиков к карме. Детей от мобилизации спас, олигархов хочет раскулачить. Солидар под контроль взял. Но чем не новый? Ладно, впрочем, не об этом. Давайте уже будем честны сами с собой. Как вы думаете, выбор именно Солидара в качестве образцово-показательного выступления выбран Пригожиным случайно? Ведь он, как никак, прежде всего предприниматель. Скажу уже, повар. А Солидар – это ресурс поваренной соли, которым обеспечилась вся Украина. Помимо этого, место знаменито и своим спелеосанаторием, находящимся на глубине 300 метров под землей. Я вот сейчас вообще ни на что не намекаю, но мне почему-то кажется, что трофеи с места победы обязательно отойдут победителю. И кто бы им ни был, вспоминаем претендентов, озвученных ранее, им совершенно точно окажется Пригожин. А к этой программе я вновь предлагаю вернуться в марте 2024-го. Думаю, будет над чем посмеяться и поплакать, как в том далеком 2000-м. Видео для будущего. Наступил, наконец, 2000-й год. Как мы это пережили, в 1999-й, я вообще не представляю. Ельцин ушел. Назначил кого-то приемника, не помню фамилию. Да, что запоминать? Это временно. Временно исполняющие обязанности. Кризис у нас прошел. Деламинацию провели. Теперь все будет хорошо. Продал доллар дорогой, 28 рублей стоит. Ну ничего, зато машинку себе приобрем. ВАЗ-2107. Красота. Буду кататься. А про бензин дорогой. 7 рублей стоит. Это вообще. Ну, надеюсь, у вас там в будущем все хорошо. Все будет классно. А между тем, насмотревшись на успехи того, кто их подавать, в общем-то, и не должен был, Министерство обороны решилось на кадровую ротацию. Суровикин, который на деле оказался не так уж суров, с насиженного места пододвинул начальник генштаба Валерий Герасимов. Суровикину же досталась роль заместителя. И вот что удивительно, ни одно официальное СМИ не приводит никаких внятных доводов относительно военной игры в пятнашки. Ведь нам еще со школы говорили, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Вот и тут на манеже все те же, а выхода как не было, так и нет. Но, возможно, кто-то сверху просто пожалел Суровикина и не дал народному гневу обрушиться на него с упреками. Ведь вероятность второй волны, а, возможно, и вовсе введение военного положения никто не отменял. Хотя лично мне до сих пор непонятно, на каком основании при СВО была проведена первая мобилизация. Потому как в спецоперации должны принимать участие только профессиональные военные, а не мужики с пивными животами и годом службы в армии. Это все равно, что ФСБ подавало бы объявление в бегущую строку федерального канала «Завтра идем брать коррупционера, приглашаем всех, кто хоть как-то умеет бегать». Но почему-то этот вариант развития событий невозможен, а вариант с мобилизацией прокатывает на ура. Но я вам больше скажу, насмотревшись на все происходящее в стороне Украины, некто генерал-лейтенант Соболев на этой неделе предложил устранить пробел с качеством военной подготовки и всю молодежь России отправить на военные сборы. Ну, типа, а если завтра война, а ты клюшку от автомата отличить не сможешь. И потом смартфон, например, на территории Украины – это верный путь к повторению Макеевки, а значит, и его тоже необходимо исключить. Ну или заменить на рацию. На осознание этого факта Соболев предлагает отвести полгода, а все учебные мероприятия проводить не на базе военных училищ, а на восстановленных базах мобилизационного развертывания. Я, конечно, понимаю, что сейчас в желании угодить каждый депутат будет буквально вылезать из кожи вон в поисках новых идей. Но давайте как-то объективнее рассматривать действительность, ведь кожа вам еще явно пригодится, а Россия со времен Великой Отечественной сильно изменилась. Современная молодежь даст бог за эти полгода освоит только марш и строевую песню. Это не считая того, что Соболев почему-то не уточняет, а кто всю эту молодежь будет содержать, но мы же помним эти многочисленные видео с просьбой о помощи, где ни теплая одежда, ни нормального вооружения. Так что, друзья, либо собираемся на свои, либо предлагаем начать с золотой молодежи чиновников. Им и собраться есть на что, да и у Мишка у них побольше, как-никак в лучших вузах глобуса учились, а то как-то неправильно это все. Все, вы тут, дурочки, спецоперируйтесь, а нас в Дубае море ждет. Я сейчас не только про Ксюшу Шойгу или Лизу Пескову, хотя из обеих получились бы неплохие медсестры. Я про тех, кого Турчак попросил не выставлять на показ свое финансовое могущество. Но разве величие утаишь? Впрочем, подробнее об этом уже рассказала моя коллега Виктория в своем выпуске в четверг, не буду повторяться. Скажу лишь одно, никто из замеченных в Эмиратах или натовской Турции свое место под солнцем так и не потерял, а наделавший шума из Мексики Васильев получил от комиссии по этике предупреждение и на момент записи программы свой мандат добровольно не сдал. Впрочем, последнее все-таки скажу. В Госдуме после случившегося предложили запретить чиновникам выезды за границу, но только на время проведения спецоперации. Швыткин, это инициатор идеи, считает, где родился, там и пригодился, а потому сидите родные дома. Вот только Швыткин не учел один факт – дом у большинства чиновников именно за границей, а потому большинство коллег подобную инициативу не оценили. А член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики некий Сергей Леонов так и вовсе заявил, что все загранпоездки совершаются депутатами с целью заключения контрактов с иностранными партнерами, ну или в качестве наблюдателей на иностранных выборах. Ну что ж, тогда ждем отчет, кого в этот Новый год выбрали в Мексике и с кем договор в Эмиратах заключил вологодский депутат Долженко. Ух, вот как-то так, друзья. Ну а на сегодня уже пора остановиться и дать, наконец, мозгу возможность переварить все услышанное. У вас для этого будет целая неделя, так что не теряйте время даром. Всех люблю. Пока-пока.